Всем привет! Сегодня у нас внезапно Черноморский флот и безэкипажные катера, сокращенно БЭК, атаки которых участились в последние месяцы. Тут и потопление ракетного катера Ивановец, и БДК Цезаря Кунникова, и 5 марта патрульного корабля Сергей Котов. Перечисляю только недавние, и это породило волну обсуждения в СМИ и что-то вроде мозгового штурма на тему, как защитить корабли от безэкипажных катеров. Ну, по крайней мере, когда мы говорим о соцсетях, и особенно о телеграмме, к чему я и присоединяюсь. Собственно, начнем с самого очевидного и простого средства против БЭКов. Это ощетинивание кораблей пулеметными автоматическими пушками. Здесь есть несколько уровней такого применения. Первый, это когда экипаж стреляет с рук с опорой на леерное заграждение из неудобных положений без применения прицелов, ну практически от бедра, и без ПНВ и тепловизионных. Без подсвета БЭКов, прожекторами-осветительными снарядами, без наведения с помощью трассирующих патронов и с небольшим боекомплектом, который целиком находится на самих моряках, ибо его некуда сложить. Отчасти примерно так было на БДК Цезарь Кунников, большинство перечисленных пунктов подпадает под это. Второй уровень, это когда делаются шкворни, станки, турели, тумбы, с которых можно вести огонь из удобного положения прицельно, и есть место под большой боекомплект. Плюс добавляем сюда тепловизионные ночные прицелы и или подсветку прожекторами-осветительными снарядами-ракетами. Плюс используем лазерные дальномеры, чтобы определить дальность до катера, плюс трассера для наведения, чтобы вести сосредоточенный огонь нескольких пулеметов по одной цели. Ну по принципу, куда стреляет трассером командир, туда и все остальные. И плюс задействуются коптеры разведбпуа, чтобы раньше обнаружить БЭК, но это если конечно погода позволяет. И плюс еще и командир корабля, по показаниям гидроакустической станции, в принципе может оповестить пулеметный расчет о том, что есть движуха недалеко от корабля, если конечно удастся запеленговать БЭК. И плюс еще можно обложиться мешками, бронесчетами и укрытиями для стрелков. Далее на третьем уровне делаются стабилизированные установки для пулеметов, в том числе крупнокалиберных по типу ДШК и Утесов, а не просто для автоматов и пулеметов Калашникова. И суть в том, что есть основание, которое качается вместе с кораблем, а есть подвижная часть с пулеметом, которая удерживается в горизонтальном положении механизмом стабилизации. С таких стабилизированных установок прицеливание точности огня значительно выше, и нужно вводить в штатный экипаж корабля дополнительных стрелков, ну или хотя бы как вариант отрабатывать на учениях, чтобы моряки занимали места на пулеметах. Из числа тех, кого можно оторвать от их функций и должностных обязанностей без угрозы для управления функционированием корабля. И как вы понимаете, это дело нужно продумать таким образом, чтобы все это происходило буквально в считанные минуты, как только появится первое сообщение об угрозе со стороны бэков. На четвертом уровне можно сделать, как на той знаменитой фотографии иранского судна, установить многоствольные пулеметы или даже автоматические пушки. И это уже требует неких опытно-конструкторских работ и серьезных затрат. И плюс на этом же уровне речь может идти о применении приборов управления стрельбой с вычислительным блоком, в котором учитываются множество параметров при стрельбе. Такие как температура и влажность воздуха, направление и сила ветра, дальность до цели, курсовой угол, скорость цели и многие-многие другие. И соответственно определяется точка упреждения, где произойдет встреча снаряда и цели. И плюс речь может идти о применении радара ближнего радиуса действия, скорее всего миллиметрового. И не просто обнаружение, но еще и наведение автопушки на цель. Что особенно важно, когда речь идет о перехвате таких целей, как противокорабельные ракеты. И хотя БЭК это довольно непростая цель для обнаружения с помощью РЛС, ну в силу того, что он маленький и совсем уж невысоко поднимается надводной поверхностью и плюс могут быть помехи от волнения на море. Но это вполне возможно. И по крайней мере таковая возможность должна быть изучена, отработана. И наконец пятый уровень. Это объединение всех пулеметов-пушек в единое целое на основе боевой информационно-управляющей системы корабля. Чтобы была возможность управлять автопушкой в автоматическом режиме дистанционно из помещения боевого информационного центра. Наблюдая через многоканальную камеру с тепловизором. Плюс, чтобы еще на отдельный монитор была выведена картинка с разведкоптера БПЛА. Снова для лучшего визуального обнаружения наблюдения. И плюс был монитор с показаниями гидроакустической станции и радиолокатора. И к слову, когда-то давно вот в этом ролике уже рассказывал про приборы управления огнем корабля. Как это дело было устроено 80 лет назад. И когда собственно и изобретались все эти велосипеды. Так что в дополнение ко всему вышеперечисленному отсылаю также и к тому ролику. По итогу же, если постараться оценить эффективность проводимых мероприятий, то если быть на первом уровне, то таки да, это не очень спасает от БЭК. Примерно как на Цезаре Конникове, где как раз и видно, как ведется огонь из ПК с опорой на заграждение и практически от бедра. И на Сергее Котове, где огонь велся буквально парой автоматов-пулеметов. И показанное на видеозаписях подпадает скорее под первый уровень с отдельными элементами второго. И это соответственно означает, что нужно подняться на третий и четвертый уровень. Отдельный вопрос – это количество пулеметов. С точки зрения геометрии требуется, чтобы вне зависимости от того, с какой стороны атакуют БЭКи, огонь по ним могли вести не менее четырех пулеметов с кормы, а лучше пять-шесть, а с борта сразу семь-восемь. И усредненно они располагались бы каждые 15-20 метров в зависимости от длины судна. И чем длиннее корабль, тем больше пулеметов. Только так и удастся реализовать сосредоточенный огонь, когда сразу несколько пулеметов накрывают один катер и быстро переносят огонь на следующий. И это же гарантия, что не подловят на перезарядки неисправности, ведь если один пулемет перезаряжается, то другие все-таки могут вести огонь. Многое, как водится, зависит от технических средств обнаружения. Применительно к задачам защиты пулеметами важная роль у тепловизоров. С их помощью вовремя обнаружить гораздо проще, чем своими глазами и вне зависимости от времени суток. И сделать это можно на расстоянии до нескольких километров, до трех-четырех. Но вести огонь с пулеметов, конечно, придется с гораздо меньшего, не более одного километра. И теперь немного цифр. Средняя скорость безэкипажного катера около 40 километров в час, а максимальная 70, или говоря иначе, около 20 метров в секунду. Соответственно, у пулеметных расчетов будет округленно около 50-60 секунд на то, чтобы уничтожить его. И обращаю внимание, это при неблагоприятных условиях, когда бэк летит на корабль на максимальной скорости. А такое не факт, что может быть. На некоторых кадрах бэки по ощущениям вообще пылут на гораздо меньше скорости и не напрямую, а маневрируя. Особенно на кадрах с атакой Цезаря Конникова. А значит и времени у пулеметных расчетов больше. Важная переменная здесь, это скорость самого корабля, так как если он на полном ходу, то безэкипажному катеру нужно его еще нагнать. Или же пытаться заранее рассчитывать точку встречи на пересекающихся курсах, чтобы не терять время на догон. И такое требует расчетов еще на земле. Как лучше проложить курс к цели для встречи? Ну а дальше нужно ответить на вопрос, а что в принципе можно сделать из пулемета за одну минуту? Боевая скорострельность у пулемета Калашникова, подчеркиваю боевая, а не техническая, составляет плюс-минус 250 выстрелов в минуту. У крупнокалиберных по типу ДШК и Утеса 100-125 в минуту. Умножаем это на количество соответствующих пулеметов, выше уже приводил вариант, и получаем количество пуль, что потенциально могут попасть и нанести достаточные повреждения катеру. Повредить двигатель, сделать пробоины, чтобы тот набрал воды и утонул, повредить канал управления и оптику, чтобы оператор катера не мог управлять. Сейчас мне довольно трудно оценить, насколько это просто или сложно. Но в целом БЭК это не бронированное изделие, в котором внутренний объем довольно ограничен и практически любое попадание способно что-нибудь повредить. По итогу же такие меры защитят от одиночных катеров, а вот групповая атака уже под вопросом и зависит от переменных факторов. Это и количество БЭКов, 5 катеров атакуют, 10, 15, 20. Как эта атака осуществляется? Последовательно, когда 15 катеров один за другим атакуют на протяжении, ну например, 30 минут, или же они атакуют одновременно всего за несколько. С одной стороны идет атака или с нескольких, и движется ли корабль или стоит. Но в любом случае такие пулеметные меры имеют смысл. В конце концов, пулеметов автопушек можно понатыкать еще больше от того минимального количества, что обозначу выше, чтобы с каждого борта было по 10, 12, 15 пулеметов, или же спаренных с четверных или многоствольных пушек. И плюс увеличить экипаж на кораблях специально под дополнительных стрелков. И тогда противнику придется задействовать еще больше своих катеров, чтобы потопить корабль. 20, 25, 30 штук. И применять их придется более грамотно, постаравшись обеспечить одновременную атаку на полной скорости, подгодав курс так, чтобы не пришлось догонять корабль. И что тоже не всегда может получиться по тем или иным причинам. В конце концов, в таких мерах нет ничего необычного. Во второй мировой на надводных кораблях таким образом увеличивали количество зениток для защиты от самолетов, и плюс от торпедных катеров по совместительству. И было увеличено в несколько раз, если сравнивать конец 30-х и самый конец 44-45 годов. Как только представлялась возможность, тот или иной корабль судно дооборудовали дополнительными зенитками. И качественно тоже. От крупнокалиберных пулеметов отказывались в пользу зенитных автоматов 20-40 мм. И никто особо не долбал людям мозги, что не нужно ставить дополнительные зенитки на корабли, потому что все равно же самолеты прорвутся и вообще их лучше уничтожать на аэродромах. И вражеские торпедные катера тоже нужно накрывать сразу в базах. Хотя, хотя может кто его знает, может и говорили такое, но сейчас просто уже никто не помнит. Кстати, отдельная тема это уже существующие автоматические установки по типу АК-630. Вообще, одна из их задач это перехват противокорабельных ракет, подлетающих на малых высотах. А это, как вы понимаете, цель гораздо более быстрая, чем катер. Кроме того, угол подъема ствола у них составляют минус 12 градусов. То есть склонить орудия для прицеливания по водной глади вполне можно. И тут вспоминаем сомалийских пиратов, в коих из них и топили. И с их же помощью осуществляется подрыв обнаруженных морских мин. А раз по морским минам можно стрелять, значит и по катерам тоже. И по идее никаких проблем с тем, чтобы раздолбать бэки тут быть не должно. Но тут сразу вспоминаем потопленный Ивановец, который АК-630 в общем-то не спасли. Или же, как у Сергея Котова, автопушка АК-176, угол подъема которой составляет минус 15 градусов. То есть и она стрелять по целям на водной поверхности тоже может. Учитывая характеристики данных арт-систем, они, по идее, должны буквально разрывать на части безэкипажные катера чуть ли не десятками. Но... Но что-то идет не так. И в этот момент было бы слишком уж просто все свести к чисто техническим моментам. Есть еще организационные и связанные с командованием и штабом Черноморского флота. Знаете, чем-то эта тема самообороны кораблей на море, она схожа с темой ангаров и укрытий для самолетов. В ролике про оборону аэродромов я примерно обрисовал, как она должна выглядеть, что называется, в комплексе и системно. И запомните эти слова про системность в работе. Когда предусмотрено не только наличие ангаров для самолетов-вертолетов, но еще и защита от диверсантов, для чего нужны охранные системы видеонаблюдения с заграждениями с сейсмодатчиками и пешими патрулями. И плюс коптеры с тепловизорами. Более того, должна быть защита от попытки штурма аэродрома достаточно крупными силами диверсантов. И что предусматривает создание группы взводных опорных пунктов с мобилизацией персонала аэродрома. Далее нужна защита от дронов с помощью РЭБа, с помощью зенитных пулеметов или пушек оснащенных снарядами с программируемым подрывом. И наконец, нужно просто сделать ПВО и не подпускать к аэродромам вражескую авиацию и сбивать ракеты в рамках более глобальной войны в воздухе. И вот я перечисляю там все эти меры защиты, трачу на это 20 с чем-то минут и в конце концов озвучиваю ту мысль, что построить простейшее укрытие для самолетов, это едва ли не самое простое и дешевое из всего комплекса мер. Ну, хотя бы потому, что не требуется круглосуточно задействовать квалифицированных специалистов, БПВАшников, Рэбманов, ПВОшников на дежурствах. И не нужно применять сложное радиоэлектронное оборудование. Достаточно всего лишь один раз построить укрытие, которое будет служить долгое время. И в этом и состоит какая-то паскудная ирония. Именно это самое простое командование ВКС делает с большим трудом. И соответственно и в охранительской пропаганде от этого строительства отбивались как могли, придумывая самые дебильные аргументы, вот почему нельзя построить эти самые ангары. И тогда даже я таки и запилил свой ролик по этой теме, хотя и авиационной темы особо не касался, вот мне хватает других тем, но даже я не выдержал в конце концов, ибо нокаут Диати был слишком уж велик. Подробности в том ролике. Так вот, возвращаясь к Черноморскому флоту. Дело в том, что выставить наблюдателей с биноклями, ощетинить корабли пулеметами, плюс выдать тепловизионную оптику, с точки зрения финансовой, технической, технологической, организационной, командно-тактической, это буквально самое простое, что можно сделать для защиты кораблей. Ну перейти на вторую-третью стадию, на четвертую же перелезть конечно уже сложнее, и при этом это достаточно эффективное средство. Хотя есть еще и бюрократическая точка зрения, в соответствии с которой такое невозможно ни при каких обстоятельствах. Их нет в штатном расписании, их нужно откуда-то привезти, взять на баланс, самих пулеметов мало, нужно больше боеприпасов, на кого это повесить, кто отвечает, а тепловизор они хрупкие, матросы разобьют, и вообще пулеметы на кораблях не нужны, так как все равно бэки нападут сразу десяткам со всех сторон. Ну, тут спорить в общем-то не о чем, ну нельзя так нельзя, и соответственно с такими соображениями лишний воздушный шарик на праздник нельзя надуть, и тогда остается подождать, когда от черноморского флота вообще ничего не останется, и война на черном море будет проиграна. И в голову начинают приходить уж совсем на половину безумные варианты. В двадцать втором году я бы назвал его просто безумным, но не после двух лет. И вариант такой, что усилиями волонтеров скупить гражданские катера, моторные лодки, яхты или конфискованные, установить на них пулеметы плюс типовизионные прицелы и использовать для охранения кораблей и судов, ну хотя бы в прибрежной зоне, хоть уже есть для этих целей патрульные катера по типу того же Раптора. У них на вооружении как раз один пулемет Корт, управа 14.5 и два печенега 7.62, но их конечно явно нужно больше и их аналоги. И как по мне для флота это совсем уж полубезумный вариант, тем более что у волонтеров и других задач выше крыши. Я не знаю, может еще авианосец в гараже собрать. И чем-то это похоже на то, как в армии автотранспортом закупаются подразделения уровня отделения взвод, ну и в том числе усилиями волонтеров, так как нужно постоянно что-то перевозить, подвозить. И плюс делают те же станки для пулеметов. Или может рзад самолет ДРО собрать. Или другая, не то чтобы очень сложная задача. Это защита кораблей на рейдах с помощью заграждений. Переградить вход в бухты в тот же Донузлав, при этом модернизировав, сделав заграждение достаточно высоким, чтобы Бек не мог через них перескочить на полном ходу. И нельзя было проплыть под ними. И при этом быстро убираемыми, быстро выставляемые. И опять же, на просторах сети уже были объяснения, почему этого сделать нельзя. Уровень объяснений примерно тот же самый, что в случае с ангарами для самолетов. Хотя тот же Крымский мост именно с помощью заграждений и защищают, выставив цепь из барж, между которыми натянуты заграждения. Ибо его уже атаковали катерами в 23 году. Кстати, насчет ангаров. А неплохо было бы подумать над тем, чтобы сделать укрытие и для кораблей. Ведь не только же Бек может приплыть на рейд в бухту, но и ракета по типу Шторм Шадоу Нептуна прилететь. Да, внезапно. И я не говорю о том, что нужно сделать железобетон, способный выдержать прямое попадание крылатой ракеты с БЧ в полтонны. А нет, речь идет об легких, не бронированных укрытиях в целях маскировки. Чтобы противник хотя бы не знал, есть ли в укрытии корабль, или его там нету. Ну, когда будет разглядывать спутниковые снимки. И соответственно, ему пришлось бы думать, стоит ли бить. И все это при том, что можно вспомнить опыты времена Второй мировой войны, когда немцы строили именно что железобетонные бункеры для подводных лодок, чтобы защититься от воздушных налетов союзников. И они давали такую защиту, что пробить их можно было только чуть ли не прямым попаданием пятитонных бетонобойных бомб. И не только для подлодок такие укрытия делались, но и для торпедных катеров. О чем когда-то давно рассказывал вот в этом видео про шнельботы. Некоторые сторожил канала, возможно, помнят эти ролики пятилетней давности. Как оказалось, опыт той войны вполне себе актуален и сегодня. Ну, в каких-то аспектах. Ну, а если уж вспомнить о чем-нибудь по типу подземной базы подводных лодок в Балаклее, построенной в 50-е годы, и которая строилась в расчете на попадание ядерной бомбы до 100 килотонн, и чтобы подлодки могли зайти-выйти в подводном положении... Ну... А, не-не-не, все, я думаю, что сейчас мне напишут кучу комментариев, почему гораздо более простые укрытия для маскировки нельзя сделать ни при каких обстоятельствах. Хотя для атомных и дизельных российских подлодок укрытия вполне себе собирались строить в последние несколько лет. Уж не проверял, как там обстоят дела со строительством на практике, но в СМИ такая инфа проскакивала, но применительно к Тихоокеанскому флоту. И там речь шла о строительстве железобетонных укрытий высотой в 50 метров для атомных субмарин. Учитывая специфику ядерной триады, это важный аспект. А то как-то стрёмно смотрятся ракетоносцы на спутниковых снимках прямо под открытым небом у причалов. И здесь, собственно, та же самая паскудная ирония снова и вылезает, что когда есть проблемы с реализацией гораздо более простых и дешёвых вариантов по защите от бэков, сразу разговор уводится в сторону чего-то более сложного и говорится о реализации неких системных и комплексных мер. И вот об этом, о системе и комплексе в войне на море, поговорим в следующем ролике, особенно осознавая то, что приоритетом является война на земле и в воздухе. А пока пишите мысли в комментариях, обязательно спросите, когда вторая часть управляемых снарядов, жмите всё, что видите, распространяйте ролик, подписывайтесь на бусте, выбирайте вам нужного уровня, плюс телеграм, вконтакт и до скорого!